Моя Родина Сибирь не объявляет на велика, Больше них так богаты, Раскиреста как ягодка. Сибирский фестиваль по количеству коллективов-участников напоминает небольшое фольклорное государство, в котором с каждым годом становится всё больше жителей. Есть здесь и скитимцы – златец, разнесуха, казачата и вернисаж. Эти коллективы развивают фольклорное творчество на местном уровне. Долгое время это направление оставалось в городе неосвоенным. Теперь, отмечает Вадим Матушкин, эскитимские коллективы могут составлять конкуренцию артистам из других городов. Сегодня те коллективы, которые и принимают участие в этом фестивале, занимают замечательные, хорошие награды, высокие награды на уровнях и областных, и региональных. И выезжая, вот совсем недавно наша златеца принимала участие в межрегиональном фестивале в Междуреченске, где стала лауреатом. Меня это очень сильно радует. В этом году фестивалю исполняется 36 лет. В нем принимают участие около 150 творческих коллективов со всей страны. На самом первом мероприятии было всего три, вспоминает Оксана Выхристюк. В их числе и Дом народных традиций красота, который и сегодня остается организатором фестиваля. Поддержка сначала аутентичного фольклора, то есть подлинного фольклора, который в костюмах, в песнях, в обрядах. Мы это все поддерживаем и видим, как растут наши коллективы на глазах просто. И костюмы хорошие пошли. И репертуар уже такой, который нам хотелось услышать. Открытие сибирского фольклорного фестиваля в Аскетиме проводят уже девятый раз. Как говорят организаторы, все потому, что народное творчество здесь любят и ценят. Елизавета Чекова 10 лет занимается в коллективе «Разнесуха» детской музыкальной школы. Поступаем мы очень часто, ездим в Новосибирске. И дает мне много. Я езжу, я смотрю на других людей, и я набираюсь нового и интересного. В этом году фестиваль посвятили сразу нескольким датам – 80-летию региона и столетию революции. В рамках праздника пройдет много тематических встреч, посещения музеев и знакомства с культурами других народов.